Ну, я их как-то немножко делю. Правильно. Ключевой вопрос, который, ну, естественно, поскольку это мистический характер, когда женщины с людьми... То есть это тотальное противостояние всего общества. Поэтому вот это очень сложно во всех странах, но я не понимаю, как это так происходит, да? Суть проста. Абсолютно убеждённость того, что это противный враг. Как магнитик стоит, его притягивает. Сначала закрываете дороги, начинаются драки. В драках объясняют. Потому что я, между прочим, мастерски это сделал, в находках. Когда он уже дочухался до этих вещей, он мастерски это сделал. Лично стал подготовиться. Объясняешь людям. Стоишь, пять человек, два человека. Люди приходят, людям объясняешь. Буквально через, я заметил, на третий день, всё, шофёры разнесли по всей стране. Истинно. Те, которые дрались, откройте дороги. А они же стали проповедниками. Сигналы и всё. Видите, их массово. Ну, это не первый раз. Эта технология, в данном случае, здесь использовалась от движения 1988 года. Мы взяли два ключевых элемента от движения 1988 года. Первое. Это автомобильные пробки. Тогда это делалось не закрытием дорог. Русские войска. Тогда это делалось этим. Тысячи человек. Сигналом. И всё. Конечно. Вот это первое было. Второе. То, что парламент – это не здание, а люди. Индивидуальная работа. Вот это тогда вообще мастерство. Сейчас не очень хорошо. Но всё равно сработало безоговорительно. Тогда действительно породительно было, как люди смогли советский парламент посадить и сделать. Это тоже достаточно сложно было. В течение нескольких дней мы поняли, что надо уходить от этого здания. Одну ошибку сделали, подошли к зданию, блокируем всё. В общем, людям было объяснено, что люди – это здание. Да, конечно, уходишь на площадь. Подальше вообще. Вот тогда уже. Рассредоточиться, конечно. Тогда уже всё было ясно. Полиция осталась без дел. Понятно. Ну давай об актуальном. Актуально. Что произошло? Произошло то, что пирамида общественная, общественная, не политическая, перевернулась. Клуб крупных собственников был оттеснён из системы государственного управления. Вот что произошло. Вот что произошло. То есть, этот этап – это, ну, разночинцы это всё делали, но он, в принципе, можно его по старым понятиям назвать – пролетарская революция была. Пролетарская. Вот что изменилось. Все, для кого деньги были Богом, вдруг поняли, что деньги – это смерть. Деньги – это тюрьма. Деньги перестали работать в этой стране. Ставят? Не работают. Чем богаче ты, тем твоё состояние страшное. Ужасное. Ужасное. Чем ты беднее, тем не свободен. Многие иначе говорят, но ничего нет. Вот видите, я такой, половину отдам, всё отдам. Берите всё, что хотите, меня не трогайте. Вот что произошло. Оттуда мы уже должны пробовать посмотреть, а к чему это приводит. Это в определённой степени, она даже в мировом масштабе, не везде так было. Вот, например, в Таиланде смогли они мафию в тюрьму посадить. Просто взять и посадить в тюрьму. Таиланд. Таиландцы, там шикарное движение было. Четыре месяца прогружалась. Вот они смогли, они убедили институты все, вот армии, что вот это мафия. Вот посмотрите, вот миллиарды, десятки миллиардов, вот так, так, так. Все сказали да. Что мы это изменим. Это несмотря на наличие монарской церкви. Да, там монархия, и притом, знаете, как… Святая монархия, я бы сказал. Да, 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 да. И притом, оно движение было в ужасном состоянии. Шесть провинций, то есть около двух миллионов людей боролись не только с мафией, а с основой этой мафии. Семидесятью процентов сельского населения, для которых мафия была святостью. Мафия поняла, как уничтожить волю этих людей. Это нищая страна, что там производит это. Рис. Эти люди не могли этот рис продавать. С голоду умирают массово. Почему? Лечиться не могут. Нигде нет. Пришел этот мафиус китайский, хитрый парень. Понял это. И сказал, все я буду закупать. Государство все закупать. Мешки около дома поставьте. По хорошим ценам. И сделал систему каких-то банковских, очень дешевых там, этих возможностей финансовых. Это население уже начало лечиться. И он стал богом. Даже уже король, я не знаю, забыли. Этот бог. Вот такая ситуация. Но король был с ним. Они были в связке. Что делать? Люди сказали, здесь не будет выборов. Очень интересно. Они сказали, вот мы посредством выборов. Честным выбором он все время избирается. Эти 70% у него в кармане всегда. Пожалуйста, как, что выборы. Как, что выборы. Дают в отставку выборы. 70%. Понимаете? Эти люди сказали, в этой стране не будет выборов. Пока политическая сумма не заберется. Вот то, что они ожидали. Ни мага, ни король. Как-нибудь. Очень просто. Над ними смеялись. Первые же парламентские выборы. 25% пусто. Никто не выдумывается. Создали ситуацию, никто не выдумывался. Ни от мафии, ни от кого. Все. Но. Как, что на суд, выбора нет. До этого объяснили все. Всем и вся. Как это было. И вот тогда сдались. Окружили парламент. Это здание правительства этого мафиозного. И сказали уходить. Не давали работать. Не давали работать. Дело даже до того, что армия их взяла в казарму. Правительство с семьями в казарму взяла. А что делать? У них же огромное количество людей. Это не низ полтысячный. Они там миллионов возили людей в день. И вот тогда, значит, армия просто пришла к ним. Сказала. Ребята, вы сделаете это все. Мафия тоже будет. Но вы не сможете бороться с этими семидесяти процентами. Они придут в города и вас зарежут. Помнили им события камбоджийские. Вот это с вами произойдет. И тогда пришли к внутреннему согласию, что программу реформ. Довижение. Власть берет армию. Для реализации. То есть многие не поняли военный переворот. Это не военный. Это была очень продуманная вещь. Каким-то образом спасти. И дальше там что-то делать. Я не знаю. Уже не интересно. У меня само движение. У меня большая статья. Если я про золото. Чтобы показать это статья. Кстати, огромное значение имело. Только вот эти шагающие. Все читали по сто раз. Наиболее свежий. Этот пример был. И ладно. Ушли. Эти на улицу. Естественно, волна требует их уничтожить. Посадить. Ну, деньги. Ключевым требованием общества это стало. И к ключевым обещаниям премьера это стало. Все, кто убивал, будут в тюрьмах. Кто воровал, все вернули до последней копейки. И тому подобное. Правда, то, что было передано, этот вопрос тоже был продуман заранее. Как решить этот вопрос? Было понятно, что это станет ключевым вопросом. И тогда была предложена вот очень важная стратегия, как это сделать. И было сказано, что поскольку они пленники народа из 55 мандатных мандатных, да, которые грубили, что надо стать такой. Для чего? Чтобы их руками принять три смертельных для олигархии законов. Смертельных. И их руками не другие примут, а они должны принять. Точно так, как они назначили премьера. Это технология. Первое. Закон об амнистии экономической. При условии выплаты компенсационного налога решения в судах. Формула, которую подарили миру многие страны в 70-х годах. Она очень эффектная. То есть эти люди принимают закон, который здесь для капитализации назвали. То есть это решение проблемы с собственностью. Но с возвращением огромного количества денег, значит, государству и народу. Как это, фондами и все-все-все. Это работа проводила. Второе. Чем она должна была привести? Полному уничтожению мотивации крупных собственников входить в политику. У них нет мотивации.